Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я сейчас пришла подвязать еще на раз томаты, которые сильно выросли. И хочу показать вам и немного еще раз рассказать про формирование томатов в два ствола. Сейчас пока есть у меня наглядные примеры, пока я ничего еще не удалила. Я зимой рассказывала, но это было почти теоретически, без наглядных примеров. Сейчас видите, томаты разрастаются, и я покажу, что я удаляю, а что я оставляю. Во-первых, видите, первая кисть нижняя уже почти налилась. К этому времени я удаляю все лишние нижние пасынки и листики старые. Веду этот томат в два ствола. Вот видите, оставлен лидирующий пасынок вот этот. Вот, это у меня основной ствол, вот этот. Все, вот они идут два. Идут, идут они. Вот эти все мелкие пасынки я, конечно, удаляю. И вот теперь смотрите, и лидирующий пасынок хочет еще раз раздвоиться. Я его убираю. На лидирующем пасынке тоже уже. Вот цветочная кисть первая, вот здесь вторая в фазе бутонизации. Вот она, она. А на основном стволе, вот это более интересно, из-за этого я вам и пришла сюда его показать и рассказать. Смотрите, какой огромный еще один пасынок. Он почти такой же толщины, как основной ствол. Он тоже у нас, ну как хочет, стать стволом. И если я его оставлю, тогда уже у меня будет три ствола. Это будет слишком густо, потому что у меня и так по две, по два куста в одной лунке. Я его вот этот здоровый уберу. Уберу, но я его уберу только после того, видите, он образовался и уже у него сразу цветочная кисть. Мне жаль терять вот эту здоровую, такую огромную цветочную кисть. Я его прищипну, но после того, как он расцветет, оставлю цветочную кисть, два цветка и прищипну. И по-прежнему буду вести в два ствола, но вот на этом отросточке у меня будет лишняя дополнительная цветочная кисть. Потому что, глядя на нее, вот она крупная, здоровая, я понимаю, что она будет, возможно, даже раньше, чем вот та, которая у нас следующая на основном стволе. Этот пасынок очень сильный. Я оставляю. Вот такие нюансы, потому что, когда мы говорим, зимой я говорила, ведем в два ствола. Два ствола оставляем, лидирующий пасынок основной, остальное все-все удаляем, выщипываем. Но когда вы видите вот такую ситуацию, что вот такой вырос богатырь и на нем уже готовая цветочная кисть, то здесь вы можете проявить свою фантазию. Можете удалить его вот так вот, ну, под самый, где он вышел с пазухи. Можете удалить после цветочной кисти. Но если он вам сильно понравится, можете его и третьим стволом оставить, потому что бывает, что вот такой пасынок, заглядение, что изначально собиралась вести в два ствола, оставила третий, рука не поднялась. Но только не забывайте, что оставляя большее количество пасынков, не один, а два или три, вы обрекаете себя на более тщательный уход. Тогда вам нужно будет чаще заходить к этим томатам, проверять, потому что на каждом пасынке будут образовываться еще дополнительные пасынки. Вы понимаете, что зарастать будет растение, томат ваш, с большей силой, больше будет вот таких вот огромных листьев, надо будет и листья удалять, и пасынки. Поэтому вы, как, соозмеряйте свое время, свои силы с количеством пасынков. Если времени мало, то пасынки лучше лишние удалять. Если времени много, то вот такого богатыреныша, конечно, можно оставить. Пользуясь случаем, хочу сразу сказать, что многие присылают вопросы. Я отвечаю, но иногда быстро, очень лаконично, коротко. И вот один или два человека уже написали, как замечание, что не отвечаю на вопросы, только отписки. Но если вы имеете свой огород, вы сами понимаете, что весна это такая горячая пора. У меня вот в этой теплице нужно ухаживать уже за большими томатами. В следующей теплице я перцы только высаживаю, там в огороде проблемы, погода. Я не могу, у меня нет секретаря, я не могу сидеть за компьютером. Вы спросите, сколько минут в день я бываю дома. Вы, наверное, по видео увидите, что я постоянно в огороде, в огороде, в огороде. Если я буду печатать просторные такие подробные ответы, мне некогда будет работать. Не обижайтесь, такова судьба огородника. Он всю жизнь сидит в огороде. Вот и я сижу в огороде. Или вот на этой грядке, или на другой. Я не призываю вас, ну как, не задавать вопросы. Пишите, задавайте вопросы. Но отвечать я на них буду, на самые актуальные. Вот соберется, например, несколько вопросов одинаковых. Я снимаю видео. Задавайте вопросы даже о самых мелочах. Что вас волнует, что вас интересует. Вот был вопрос даже про колышки я сняла в видео. Как привязывать веревочки сняла в видео. Про чесночные стрелки сняла в видео. Если мне задают вопросы, и я по ходу своей работы могу вам объяснить и рассказать, я с удовольствием это сделаю. Я никогда эту возможность не упущу. Но печатать, сидеть за компьютером я не могу. Я печатаю только, когда перекусываю. Вот чай пью, в одной руке кружка чая, другой рукой быстренько одним пальчиком печатаю. Ответ да, нет или не знаю. Вот и все. Большое спасибо всем, кто написал комментарии под моим видео про загущенные посевы томатов. Там, где я сказала, что видео не умею снимать. Я даже не думала, что столько людей смотрят мое видео, поддерживают меня. Мне очень приятно. Я никогда, как я самодостаточный человек, никогда на похвалу была непадкая. Но тут написали столько приятных слов, что вы меня воодушевили. Я до этого, если ленилась, там что-то снимала, что-то некогда, нет. Теперь снимать буду все. Вы увидите все, что творится у меня в огороде. Спасибо вам большое. Это очень-очень меня воодушевило, вдохновило. Теперь ждите много-много новых видеороликов. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Желаю вам хороших урожаев. Формируйте свои томаты. При формировании не бойтесь фантазировать. Если решили, например, как я везти в два ствола, но увидели что-то, нравится он вам, оставляйте, не бойтесь. В крайнем случае, потом обрезать можно хоть что. Все.